С добрым утром, уважаемые на улице! Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня пятница, 17 сентября. А свою передачу мы начинаем с репортажа о праздновании 75-летия средней школы номер 1. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Допустники 10-го А Грозного военного 1943 года пришли на твой юбилей. В далеком прошлом родилась наша школа. Когда-то называли школу Минемьоракан Мактаден. Какое множество аттестатов вы вручили, что гордится весь Янаул. И среди них тоже и мы. Я чуточку остановлюсь, как мы жили. Мы жили дружно. И сейчас встречаюсь с своими одноклассниками, своими друзьями по школе. Мы вспоминаем, как мы строго относились друг к другу. Помогали. Ни ветнота, ни голод, ни щита. Нас не остановили. Мы шли по грозным, тернистым дорогам науки. В годы войны мы плохо питались. Однако родная школа готовила для нас чай, черный хлеб с повидцом и кусочек масла, что было дорого для нас и что давало силу для нас, для того, чтобы учиться и терзать. Началась война. Вчерашние школьники и школьницы Хайберганеев, братья Хавипнур и Ахам Хайрузовой, Раинник Матзянов, Хали Савиров, Саат Хаттаров, Халис Ахмадеев, Гайша Захирова, Сокедау Хабиева, еще многие-многие другие в нашей школе, в Геннах Шенелях, Ахмадзеев, 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 Гайша Захирова, Раинник Матзянов до 1945 года защищали Родину свою. И мы скорбим, что нет рядом с нами сейчас некоторых из них. Слава им, почеты, мы скорбим имена наших товарищей, которые останутся на поле праздника на вечные времена. Мы сохраним своих сердцах. С ютилеем поздравляем. И хочется, в школе пожелать, чтобы в четверг в годах также выпускников хорошие просьни давать. Дорогие учителя, учите словом и примером, откройте секреты науки и жизни. То есть ваши выпускники станут настоящим человеком. Что значит настоящий человек? Как только началась война, мы, девчонки и мальчишки, пошли раз в военкомат. Просили немедленно нас отправить на фронт. От нас военком, фамилию уже не помню, нам сказал, если всех вас отправить на фронт, а кто будет лечить людей? Учить, кто будет строить? Вам надо учиться, вы еще молодые. И мы, которые остались, пошли учиться. Кто поехал на крыше товарного поезда до Казани, до Свердловска? Денег на дорогу не было. Голодом, в сапогах, в телегрейках мы не стеснялись. Ходили по коридорам университета, медицинского института, политехнического института. Однако получили знания и продолжали работать. Он считается. Следующий вопрос. Как раз�� сценарию? Зад хотела вечером. Как toujours? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...